Субтитры делал DimaTorzok 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 Ну, кстати, снова такая вот у нас стратегия через Мюссармор Присутствует, есть у нас ВВТРОР, также имеется иплево дэмэдж под экзорцизм, это все работает Работает хорошо, все-таки экзорцизм это физушный дэмэдж Ну и остался, по всей видимости, керри для Luminous Хотя, как я уже говорил, по линиям могут играть они различно Так что, передугадать это тяжеловато Так, ну что же, четвертый пик для Thunder Robot Ну, кстати, такая вот у нас положение в таблице, что обе эти команды еще ни одной карты не выигрывали Именно, как бы, серию Best of 2 Были ничьи, было три ничьих у Luminous и одна ничья у Thunder Robot Ну и Luminous близки, как никогда, к первой своей победе И, в принципе, эта победа дарует им выход в первую двадцатку Вернее, во вторую двадцатку Вернее, как сказать, а, во вторую десятку Точно, немножко я напутал У нас, как бы, первые здесь команд попадают в первый дивизион Вторые здесь попадают в второй дивизион А две отлетают, краски Luminous на грани Ну, если будет победа 2-0, то это плюс 2 поинта Так что, Авалоны сместятся на позицию Luminous Ну, а, соответственно, Luminous займут позицию Авалонов Сен-Кинг, он залетает в пик Ну, кстати, у Сен-Кинга видим редко Ну, посмотрим В принципе, магический такой проказ Неплохой получается, эпицентр Плюс статик шторм, сверхуточники на дефилдом Если там кого-то еще получится закрыть Там двух-три героев, то раз и оставаться с эпицентра Да, это смотрится неплохо Посмотрим на реализацию Ну что, последние баны подбанить нужно То ли Хардленера То ли Мидера За Бэтрайдером пока не ясно Ну, в принципе, Дарксир бы неплохо смотрелся Под эти комбинации И да, именно он и отправляется в бан Ну и что, последний бан от Сандер-Робот Нужно забанить, скорее всего, Керри Какого-то такого физушного ДПСера Как раз-таки есть ДПшка, но все-таки стоит Именно такого редкликера набрать Чтобы с руки жестко разваливал Ну, в принципе, можно и Свена взять Почему бы нет? Да, Свен как бы против Властелера Отчасти бывает неприятно Но все же Свен силен и просто ломает там лицо Под ГДСом Понятно, что тут дело, чтобы заживаться Все-таки это Стрэнджевик Но такое Не Контрит, понятное дело Какой Лайфстиллер Ну что же Последний пик для Сандер-Робот Бонус тайма маловато Всего лишь 13 секунд остается И забираю себе инвокером Ну, кстати, снова не ясно Какой же у нас будет инвокер Класса вексовый или класса экзортовый В принципе, на файт если нацелен То больше класса экзортовый зайдет Еще больше ДПСа Краски самстраки еще и под Бэтрайдер закидывать Или под Климс Или под Борострайк Почему бы и нет Ну и последний пик для Ехом Люминоус Ну, как я же говорил Можно какой-то ДПСер Райткликер Ну, в принципе, есть Свен Есть Джиггернаут Есть такой еще более стандартного Ну, можно, конечно, взять Медузу Ну, такое Кого бы еще Из такого более стандартного Ну, гирокоптера, в принципе, можно Но гирича Очень-очень редко Мы видим в последнее время Да, конечно, там патч вышел 6.88 Там, где гиричу Аганим поменяли И то есть у него там Тычка вылетает Чуть чаще с Аганимом Ну, совсем бесполезно Как бы этот Аганим на... Ну, разве что, если ему подарит Алхимик Аганим Покупать, конечно, его вообще смысла нет Вообще бесполезнейший До ужаса Да, вот Периодическая атака уменьшена С 1.4 до 1.2 То есть на 0.2 секунды Вау, круто Только нафига он нужен Ну что, пик мне больше нравится Все-таки у Яхомов Снова у Яхомов В прошлой игре Там было вообще все классно В этой игре В принципе, тоже все классно Как по мне Ну и посмотрим Что же получится У Сандо Робот Конечно, есть комбинация Через стимфайт Сработает ли? Проблема еще в том Что кулдауны на ультимейте Хоть и не самые большие Но все равно Прямо так Постоянно драться не получится Посмотрим Да, довольно странно Что твич сегодня не лагает За 4 часа стрима Еще не накрутило Большего Больше задержки Задержка как была 2 минуты, так и осталась Ну что, начинается игра Вроде бы все в порядке Лагов Незаметно Ну и давайте смотреть Кто на ком играет И кстати, у нас такая Интересная Получилась Интересный такой Случай Такого я не видел уже давно Что команды Наконец-таки Спапнулись линиями Потому что Сначала команда Выбирает линию Вернее Ну, падает Выбирает монетку Команда выбирает Сначала ферст пик Потом выбирает себе Вторая команда Ферст пик Ну и так уж получилось Что у нас Яхомовы решили Сыграть за Радиант Потому что именно Они в прошлой карте Выбирали ФБМ То есть Сторону выбирал оппонент Давненько Такого не видел Чтобы сторонами менялись Ну что Сейчас будет Возможно война за руном Так что давайте посмотрим Уже потом озвучим Кто на ком играет Выходит Свен Будет Бороустрайк Пошел Садчик неплохой По Сенткингу Есть Бороустрайк Убить его Наверное не получится Пошел Сифончик Уходит Недалеко конечно Но все же уходит Ну и Венгу В принципе Уже немножко там Приостановили По помощи Кинотикфилда Ну что Нету никого У нас тут файта Две руны Для Ехоума И давай смотреть Кто на ком играет Фризи У нас играет на своейне Китайский иероглиф Играет у нас На Вингем Вот этот робот Играет у нас На Фениксе Укс Укс У нас играет Я не знаю Как прочитать Уиксби Наверное играет На ДПшки И Гуара Играет на Слардаре Ну и с одной робот Кстати там пробили Очень плотно У нас Бэтрайдера Который ходит ДНС Абрашана На нем играет у нас 1973 У вас лост На Дезерапторе Айоан Играет у нас На Сент Кингем Файнал Играет у нас На Лайфире И Пеппер Катает На Инвокере У Сандоробот Нет Керри Ну Лайфире Это Керри Но Кстати Купил себе Арнталон Вначале Обычно Квай там Покупать лесник И что Он уже готов Ходить в лесу Создать линию Для своего Суппорта Ну такое себе Решение Для фарма Чтобы на линии Фармить Лайфиром То есть ты Не доверяешь себе Что не сможешь Заласхитить Среди демеджа Плюс у тебя Пассивочка С фистов Уж отхиливаться На линии Ну гувара Ну гувара Сколько тут победит В их суппорту Тогда будет Просто Рофл Станчик Будет через секунду Да лосс Убьет же Да Стан залетает По вас лосту В вас лосту Неприятно Вошел Борострайк Но должны Наказать Должны наказать Гувару Хотя будет Спринт через секунду Но нет Не должен Уходить Да Пошла И это Фбшечка Для файнала Но у него Сучит Такая вот Быковатая Атака Заставит Потратить Хилы Ну кстати Вот Прикольно Повоевал Нага конечно Но Килу был Близок Ну а снизу У нас погибает Бэтрайдер Набивает Его Феникс 1-1 В принципе Хартлинер Погибли По разу Хотя Бэтрайдер Погибает Уже второй раз Но все-таки Первая смерть Это была Самодлиная Брашана Ну и Сынкинг Пошел уже Надувать Сэнстормом Ну кстати Вот Сынкинг Если быстрый Блинк То в принципе Можно неплохо Так разогнаться Хотя в прошлой Игре тоже Неплохо Разогнались У нас Санды роботы Там был Довольки Быстрый Блинк Вангуард Нет Конечно Быстрый Блинк И Кримсон На Аксе Но как-то Остановились И Из-за этого Как раз таки Проиграли Потому что Во-первых Медуза Во-вторых Там куча Медаса Ну и не стоило С таким пиком Останавливаться Нужно было Давить Давить И давить Снова Вас Лост Войдет у нас Против Гувара Гувара Посильнее будет Ну и вот Вас Лост В итоге теряет Далекимного ХП Ну и вот Сальва Ски прожимает И Феникс В это время Бывает у нас Ввиду инвокером Была неплохая вылазка А БТА Отлетел на подсеве Ничего не получилось сделать В итоге Пытается тут Немножко подфармить В принципе Нужно это делать Потому что Четвертая минута Как бы Подходит к концу А Утрайдера Все еще Первый левел И это Плоховато будет Физы Готовы у нас Лостивера Пошли банды По Гуваре Станчик Но Станчик Вый на рэч Не работает Гуваре больно Неплохой Кинотик фил Пытается его раскрыться И нет Все таки Это минус Завтра Забирает Второй фраг Для себя На Слардаре Ну В принципе Да Яхомы Как бы Слава показывает На турнире Но все же По картам Которые я видел Играют они неплохо В них проблема Там больше Не в том Что личный скил Проседает Или Как-то В общем Проблема у них В макро Именно К лейту Возникают проблемы Когда они решают Захотить там В лейт И Неправильно Это делают Потому что У них было уже Преимущество Герой Как бы У аппоятного На лейт сильнее Но они решили Что нет У нас на лейт Как бы тоже Норм Давайте попробуем Но не получалось В общем По макро проблеме Но у Сандер робот У них проблемы В принципе И по личному скиллу Тоже заметны По крайней мере Были по прошлым матчам В принципе В прошлой игре Там По стадии лейнинга Было все Более-менее Но После тоже Уже такие Проследились Жесткие Проседания По личному скиллу Ну и вас лосс В таверну Тут никак не пережить Да Киллинс при уже Для феникса Ну это уже Третий левел У него есть Попробовать найти Стэнкингавлису Убить В принципе Понимаешь Что тут крип Отходит не просто так Да Пингует Продопинговал Там Дезраптор В него А поосторожней Могут убить Ну вот варды Посадили Да Чтобы там стаки Не делать В принципе Все Вполне правильно И так вот Интересный варгинг У нас такой треугольник силы С командой Ихом Иллюминос Решили Законтролировать Вражеский лес В принципе Правильное решение Варды Снизу Несу 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 Потому что У нас Венаверяли Кто-то пойдет Сейчас Гэнгать И ромить Но Больно Там у нас Инвокер Все же Он выживает Или портит Это Дезраптор Ну и Пока Не особо Полезными вещами Занимаются У нас Сандороботы Пошел Диастаки В принципе Стак сделает Правда Это заметно В команде Иллюминос Стоит вард И Так просто Все это Выпинить Они Не дадут Бэтрайдер По крайней мере Там стоит Снизу Против Фриза Все-таки Бэтрайдер Против Миличника Стоит Неплохо Хотя Против Оксана В прошлой Игре Постоял Впосредственно Ну Поглядим Что же Оно будет Да Для тех Кто только что Получился Это у нас Вторая игра Формат Бест оф Два Турнир Ди Пил Первая Карта За Ихом Луминоус Сейчас Они играют За Радиант Увы После Реконекта Слетело Название Команд Сокращенное Которое Здесь Пишется Ну Идут И по Логотипу И так Замечишь Конечно Если у тебя Экран Не слишком Мал Или Если Ты Не С Мобильного Устройства Ну Что Пока Ничего Интересного Не Происходит Формит Лучше Всех У нас Свен Дальше Идет Лайф Тир Который Тоже Неплохо ДП 33 Против 22 У Инвокера Пошел Сразу Подхил Телепорт Летит От Венги Гувар Не Пробивает Нужно Уже Отступать В итоге В катапульту Будет Жизнь У нас Воз Лост Воз 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 Лост В Опасности Воз Лост Глимс Но Глимс В принципе Помогает Слардару В этом Моменте Инвокер Очень Битый Санстрайк Залетает Типлоко По ДП К В таверну В принципе Нормально Нормально Убили ДП Сагресировала Почти Убил Инвокера Но Почти Не Считается И Вот там До тавера Добрался Уже Фриз Фриз Под ГДС Готов Пушировать Правда Решили Дефать Этот тавер У нас Сандробота Что В принципе Неудивительно Что по левелам Феникс Проседает Феникс Третьего Левела Дальше По левелам Все Хорошо Ну и давайте Посмотрим Что же Происходит У нас По Нетворсам Первый В Нетворсе У нас Лайфхилер Почти 3800 И уже Скоро Будет Готов Армлет Ну Присода Смортиганом Лайфтиллер Здесь Будет Воевать Весьма Неплохо Потому что Прямо Такого Сбрить Не получится Нету Передискадем Уже Хотя Под Санреем Тяжеловато Будет Если Убить МС Хватает На фейзах Раз И уходит Он С Действия Луча И Будет Жить Мистен Кинг Кстати Смел Очень много Голды Пошел Подкопщик Если Сейчас Убилл Будет Хорошо Он Сам Погибает И теряет Ну Солидную Сумму Почти Две Сотни Гринс Пошел У нас Тем Временем По Фениусу Войдет ДП За ДП ДП Дабл Хил Для ДП И сама Погибает Дабл Хил Для Пеппера И у Пеппера Уже Килинг Спрей Да В общем Нетворс Мы так и не досмотрели ДП Вместе С Свеном Занимают Второе Третье Место Ну Инвокер 3000 Уже Имеет И Досик Вывес Инвокер Кстати у нас Кваса Экзортовый Все меняется Вексовый То Экзортовый Ну В принципе Тут Экзортовый Смотрится Получше Чем Вексовый Краски Мы видели Сегодня уже Вексовый Инвокер Против Свена Это Совсем Не Сработало Ну И Поглядим Что же Будет В этой Карте Что Девятая Минута Счет 6-5 Один С фрагов Сделано Что Весьма Много Для данной Минуты Смещаются Ну Топ За Файналом Сейчас Файнала Подсветит Хотя Нет Не Прокачан Станц По Файналу Файнал Решил Его Не Доджить Ну И Все Ждем Что Будет Дальше Пока Просто Ждут Пошел Хотя Сейчас Задовочка Будет Лол Сейчас Задовочка Будет Убьет Нет Пока Не Откид Пошел Только Сифон На Фазах Отступает Ну И Все Так Будет Жить Но По Крайней Мере Можно Подпушить Товар Здесь Их Хомов Там Полезными Вещами Занимается Свен Свена Давненько Я уже Не видел Через Доминатор Обычно Свен У нас Тоже Любят Покупать Армлет Офф Мордган Ну Кстати Доминатор Свен Смотрится Очень Круто Потому Что Когда Она Делает Кучу Слаков При том Что Свены Сейчас Играет Всегда Через Макс Клэйвов И Эта Сумма На Минуте Так 12 Очень Очень Солидная Но Конечно Хорош Но Не знаю Нужно Здесь Внов Возможно Новый Купит Посмотрим Пока Не Ясно Я Пытался На Термет Не Получилось Потерялся Ладно Не Суть Пытается У нас Пробит Там Пока Что Сенкинга Сенкинг Покупать Влингдайгер В принципе Можно Уже Их Погибнуть Но Конечно Не Стоит Этого Делать Ну И Глимс Пошел Возвращает У нас Депеш Начинает Наградать Сифочек Откинулся Не Успевает Призву Блистики Тоже Не Поражал Пробивает Неплохо У нас Здесь Сенкинга Который Сейчас Погибнет Да Погибает Мы Раздем Пока Один В один Хотя Нет Поцепили Тут Еще Вингу Винга Тоже Отлетит Таверну Ну И 7-7 7-7 Сравняли Счет У нас Сандер Робот Ну Кстати Что У нас Гулян Купил себе Армлет Да Армлет Уже Прикупил Ну В принципе Фейзы Арталон Армлет Ну Не особо Тайл Нужен Если честно Для Лайфкидера Ну Что Свенщик Кстати Свенщик Тоже Удивительно У нас Такой Билд Вообще Понялся На Свене У нас Без Армлета Без Быстрой Сабли Потому Купил Себе Уже Бент Авленс И Белт Овстренж Так Что Это Саша Яша Удивительно Если Честно Такого Свена Я не Видел Очень Давно У нас Атем Билд Ну В принципе Скилл Билд Стандартный Обычный Если Такой Жас Скилл Билд У нас Съязается И Сабли Сырем Летом Ну В принципе Сабли Думаю Появится На Свена Айтем Уж Слишком Хорош Две Тычки Про БГС Это Всегда Очень Больно Счем Того Что Там И Крипи Появятся Даже В Это Солидно Для Свена Демаш У него Порядочный Ну Что 12 минут Давайте Посмотрим Что У нас Происходит По Графикам Преимущество Небольшое За их Ум Люминос По Голде По ХП Ведут У нас Сандер Роботы Что По Левелам Шестые Все Получили Так что Возможно Скоро Мы Видим Файт Ну И Очень Очень Быстро Здесь Падают Стаки С Невероятной Ну В принципе Из того Что Нужно Вот Блиндагер Нужен Бэтрайдеру У него 1700 Голды Блиндагер Нужен Слардару У него 1300 Ну И В принципе Гуля Ну Ну Не знаю Что Все Купят Дальше Предугадать Тяжело Ну Скорее Скупить Себе Сашу Яш Но Возможно Еще И Решит Купить Себе Изначально Алебарду Ой Конечно Алебарду Алебард Конечно Саблю Но Поглядим В принципе Китай собирается Нестандартно Не так И во всем мире Потому что Уже привык Что Постоянно На Лайфстилле Появляется Эху Сейбр Также Появляется И на Свене Здесь Иначе Нападение На Гуару Пошло Гуаре Больно Гуаркил С останчиком Но Увы Выжить Не Получится Что Будет И дальше Файт Пошел С Андре Подцепили У нас Здесь Ухо Поставил С ДП Я Хотел Звать Ее Ухо С таким Никнеймом Пошел Свап У нас Неплохой По Сэнкингу Сэнкинг Наверну Кстати Эпицентров Кастовал Я даже Его Не заметил Ну Разменялись Один в один Конечно Не в пользу Для Ихум Но Да ладно В принципе По графикам Тут Все Равненько Получилось Ну Кстати Все Еще Ни Одной Вышки Не Спушили Сандро При том Что Потеряли Уже Целых Две Вышки И Вот В этом Тоже Есть Небольшая Проблема Да Суббота И Пушить Нечем Как бы Файт Имеется Правда Мы пока Файта Крутого От Сандро Работ Не Видели Вот С Пушем Проблемки Быстро Уронить Тавра Не Получится Разве Что Инвокер Решит Там Нихрочи И Форжеты Для Подпуша Посмотрим Вот Свенщик 8 тысяч На Творца Свен Уже Вырывается Вперед И Часто Вел Такие Иры Со Свеном Там Где Он Участие Файтера Не Принимает А Потом Просто Выходит С Преимуществом Тысяч Так В Шесть И ГГВП Все Потеряно Син Кинг Подкоп Пошел Блин Пока Не Потратил Пошел Сифончик Почему Нешил Блин Дал Не Костовать Сейчас Может Еще Погиб Погиб Это Будет Просто Фейспалм Ну И Похоже Он Все Погиб Ну Очень Странно Поступил Пытается Вести на хагран У нас ДПшка ДПшка Ультимей Почему-то Не Кастовала Файтера Триплкил А Свена Неплохо Сыгран ДПшка Убивает Но Свен Дальше Не Получится Нарвы Потому Что Блин Даггера Не Имеется Ну На самом Деле Получилось Все Так Сумбурненько Зачем Свет Кинг Вернулся Ну Как бы Его засейвили Нужно было Просто Отступить И Все То есть Нет Центра Чем ты Врываешь Непонятно ДПшка Которая Не Прожимала Ультимейт Хотя Можно Прожать Там Файт Уже Намечался Прожал Было Получше Он Решил Того Не Делать Решил Сэкономить Ну Да Ладно Ну И Своим Подошел И Просто Покрашил Лица И Вот Уже 9 200 Нет Ворса И Купился Рецепт На Что-то Или Мне Показалось Нет Мне Показалось У нас Феникс Уже Почти С Медасом Винга Покупает Себе Урну Давайте Посмотрим Айтемы Она Начала Подлагивать Сваничанский Ищет Вилы Винга Урна Феникс Медасик ДПшка И Дискорд Ну Не скажу Что Прям Так Жестко Зайдет Ну В принципе Тут Магический Ну Не знаю Юл Был бы Лучше Во-первых Там Поцеливать Ну Во-первых Сбивать Сынкингу Эпицентр Который Скасовывается Там Сен Закинул Явучек И все Потом Бэтрайдера Сбэтрайдера Сырить Когда Увез Или На Врыве Вился Подымать Уже Можно Сынкинг Раскасовался Набрывается На ДПшке ДПшке Больно ДПшка Похоже Минус Да Разорвало Еще Есть Татишон Потратили Увозят У нас В итоге Увозят Еще И Вингу Винга Автаверну Ну И пока Лагодром Здесь отпустят В принципе В прошлый раз У нас тоже Лагодром В файтах Но потом Отпустила Даже без Реконекта Будем на этом Надеяться Да В общем Давайте Досмотрим Айтемы Которые Имеются У Сандоробот Винвокер 2000 Уже Наформил Скорее Отравила Пока Неясно Но Попахивает Радиком Вот Чуете Запах Да Радиком Пахнет 30 Голоды Ну Посмотрим Насколько Это будет Профит Но В принципе 2 ДП Сера Есть Руки Мясы Конечно Хорошо Но Такое Как по мне Не лучший Выбор В данной Игре Диздравтор Бомжует Ничего У него Нет Но и Бэтрайдер С блинком Пытается Выйти Сев Форстав Я Возможно Это Юл Но Скорее Сего Форстав Ну Что Почти 10000 Уже У Свина Как 2300 Пока Ничего Не Покупает Ну И Подвратил Голду Куда Потратил У себя Радик Нет Купил себе Саблю Просто Накопил себе 3 800 И купил себе Саблю Почему Потому Что Могу Ну Я Говорю Что Сабля Уж Тишком Ходвай Там В Китай Это Уже Вообще Тренд Появляется На всех Миличниках Подряд По крайней мере Хотя Сегодня У нас Поменялся Машка Мета Возможно Сказал Сам Мейджор Возможно Что-то Другое А возможно Команды Возможно Уровень Слабее И пытаются Что-то Навыдумывать Но Ну Не знаю В общем Врыв Пошел У нас По ДП Минус Никак Не пережить Мы Глимс Еще Кастовали У нас По Феникс Феникс Ультимейт Не ставит Пошли банды Санстрайк Феникс Минус И я Пожалуй Сделаю Реконект Хотя нет Файт Продолжается У нас Свечик Пошел Наваливать Под Блинком Под ГДС Очень Классно Тут Ловит И не Убивает Здесь Больше Никого Кроме Сенкинган Команда Ехом Люминус И теряет Уже Четвертого Героя Класс Вот смотрите Файт Закончился И меня Не меня Отлагал А Китай Отпустила Ну Это Вообще Адекватно Китай Ты Нормально Ну почему ты Файт Лагаешь А Время А потом Начинаешь Обзот Нормально Ладно В общем Размен Получился У нас В пользу Сандер Робот Такой Хороший Размен 4200 Эксп 1700 Галды Неплохо Поднялись И все Таки Дпшки Нужно Играть По Саевове А был 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 Немножко Затянул Времени Пожил Подольше Кстати Ультимейт Дпшки Я не Видел Уже Хотя Вообще Видели Мы Его Сегодня Но Тут Файт Его Не Было Здесь Напожать Его Было Давно Ну что же 10 тысяч Отворца У свына В принципе Десяточки Подбираются У нас Еще Инвокер После покупки Аганима Ну и Кстати Лайфстилер Тоже Близок Десятки И На руках 2600 Ну я Не знаю Мне Как бы Алик там Запах Был от Радика Но Я ошибся Купил себе Саблю При том Что У него На руках 3800 Что Будет Дальше Я не Знаю Ну Скорее Дезолятор Именно Если Стандартные Билды То Дезолятор Должен Покупать Но Кто И знает Этих Стандартные Роботов Не могут Удивлять Удивлять Есть Рошан В принципе Смог Пылоска Лоб В лоб Выходит Сенкинг Подкоп Пошел Пошел Станчик Что Пытается Утин Саша Сторма Не Пошел На Супер Но Все Таки Не Точно Был Киротик Филд И Взорвали У нас Яйцо Потеряли Сенкинга Пытается Добит Файнал Файнал Хотя Торнадо Цар Сказать Этот Инвокер И Похоже Засейвили Всех Да На этот Момент И кончен Хотя Казалось бы Сейчас У нас Будет Махач Чуть ли Не В 5 В 5 Ну Из Плюсов Из Плюсов Что Потратил У нас Утимейт Сенкинг То есть Можно Довольно Спокойно Зайти На Рошпит Хотя Решили Этого Не Делать Ну Знаете Как бы Писать Камбэк Найс Это Слишком Опрометчив В этой Карте А тут Может быть Всякое Даже Если Будет 5 В 5 Размен А потом Через Минуту Или Через Две У нас Может быть Ответный Размен 5 В 5 Так Что Не стоит Не стоит Такого Писать Ну Да Пока По графикам Ведут У нас Сандроботы Ведут Неплохо Как для До 2 Минуты Конечно Не развалина Но все же Преимущество За ними На топе Свен Воюет Соло Что-то Здесь Делаешь Свен И Что он там Делал Вопрос Какого Черта Он там Гулял Ну Странно Она поступил Ну Ошибки Случаются Что же Поделаешь Ну и что Уже 30 Прагов Сделаем С команды За 22 Минуты Пока Продолжается У нас Под Фарм От команд Забирает Наконец-таки Вторую Вышку У нас Сандроботы Вторая Вышка За 20 Минуты Маловато Будет Нужно Пытого Меду Забрать Все таки Мешает Завязал Телепорт Курьер Прямо Прямо Таймингу И Пытает Выйти Выйти В покупку БКБ Все 24 За голды У нас Уже 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 Пинги Пинги Пошли Не знаю Пчет Пингуют Так Яразно Прям Ну что Рошанчик 24 минуты Стоит Еще Не падал И Пора бы Наверное Его бы Зафармить Но решили Изначально Сделать Смук Лоска В принципе Правильное Решение Но Все таки Эта Вышка Мешает Нужно Ее Скушить Побыстрее Называет Хасук Пытается Выйти На Верхней Линии Но Увы На Топень Кого Нет И Пока Просто Ждут У нас И Хом И Хорошей Позиции Это Самая Грамотная Позиция Когда В смоках Оппонент При том Что У вас Контроль По карте Еще Имеет Потому что Есть Вышка В Меду Два Стоят Ну и Просто Ждут Ну Кстати По поводу Бэтрайдера И Лоски Рядом И так Далеко Не Улетал Поймать Соло Там Свена В принципе Тиммейты Уже Далековато Уже Далековато И Возможно И Получится Пока Ждут Пока Ждут Еще И Сынкингам Пока Доберется Ну и Подворкаем Свен Вступает Да МС Не Хватает Сема Чтобы Его Догнать Бэтрайдеру Ну и Разошлись Как Море Корабли Ну и ДП ДП Поймали ДП Снова Будет Без Ультимейта Или Все Же Успеет Но В принципе Уже Смысла Нет Да Развалили Очень Очень Быстро Ну Кстати Вот Такой Вот Игры Там Где Я Не Они Всего Смест То Таки Сказывается То Что Заметно То Что Это Две Самые Слабые Команды На данный момент флиги Пошел у нас врыв Вроде бы неплохо ворвался у нас там Хотя нет Там он ворвался Убили дезраптора Как же там больно Ой-ой-ой Кто там под ГДСом навалял Свен даже без сабли Там демо же охватило Даже с одной тысячки Внеси Покажи Это больно Лол Ну просто разорвал Это просто Пенетрейшн А цена Трипл килл Это было больно Да Свен писает 5600 урона Ну и фактически Там По 800 урона стычки Вылетало Свап пошел у нас еще и по Бэтрайдеру Минус Минус 4 В итоге 2000 за ГЛД 4500 экспы Плюс за Бэтрайдера капнуло Плюс падает Рошан Эээ Да, конечно Не ожидал я такого поворота Казалось бы Ну да ладно Там как бы Свен Не прям такой мощный Ну Саша Яша ПКБ доминатор Как бы Нетку там сабли Нет критовый Чтобы прям так быстро Развалить Вроде бы и не должен Но нет Не тут то было Вот он Свен Пришел Батя 15 тысяч на Творца И этот у нас Арнольд Шварценеггер Всех развалил Как в принципе Он назывался в первой дотке Да Давно это было Эх Ну что там Юл Мяту У инвокера 600 голды Нет Удпшки Да Удпшки Ну и снова Небольшие Подлоги У нас пошли На китайском севере Сорян Ничего с этим поделать Увы Не могу Товер потеряли Это был Первый Товер Второй линии Ну и В принципе Запас еще по голде Неплохой есть у Люминоус Также имеется Егис В краске С этим Егисом Можно пойти Забрать два Товера Плюс Пойти И Зайти на хайграунд В те времена У нас там был Минус на инвокере БКБ потратил Свен БКБ было 9 секунд А теперь 8 Стало Ну в принципе На смерть Вражеского мидера Отличный Размен Ну и Что Сделал здесь инвокер В соло Непонятно Потому что Вижена не имеется Вижен есть Здесь как раз таки У Ехум Тут даже этот Варт ломали Так что Понимали Что там стоит Вижен И зачем Инвокер Соло вышел Потому что Может Линза Готова у нас Винги Кстати Такой билд С линзой Вчера Зали там Регулярно От От Кого От Сдеков Там у нас Винга Играл Ческий билд Именно вначале Покупать себе Арканы А потом сразу Собрать линзу Ну и в принципе У Сдеков Винга Очень качественная Там Винрейт Семь процентов За восемнадцать Пиков За месяц Хотя возможно Я путаю Возможно Это были не Сдек Возможно Это были Вич и Гейминг Вот кто-то Из этих двух команд Но слишком Много матчей И Я уже Начинаю Немножко Теряться Во всем этом Обилии Китайской дотки Ну и да Это кстати У нас Всего лишь Четвертый матч С сегодняшнего дня То есть У меня еще будет Шесть карт Вернее четвертая карта У меня будет еще Шесть карт Это еще даже Не половина Скорая Ну вопрос По поводу Какой счет Смотри Видишь Вот эту штучку Это значит Что команда Выиграла первую карту 2016 год Как можно не знать Как доти это работает Врыв пошел Неплохо Врывается Снегин Хотя без эпицента Ворвался И минусует Очень быстро Но в принципе Кенотик Филд Был плохой Вместе с этим Пошел эпицентр Плохой эпицентр Ну и Супернов взрывается Просто минусует Там скритов У нас Свен Даже без дайдал Скриты Очень и очень болючие Поймали Бэтрайдера Бэтрайдера Фосафия улетает Недалеко Ловит стамп Приземлился уже После своего файрфлая Еще и курьера Заформили Нормально У нас курьер Мини луна Ну Не знаю Назвать это можно Одним словом Драка раков Если честно Смотрится все Как-то Очень и очень Плохо Но все-таки Яхомы Как я уже говорил Даже Не Яхомы А Сандеропов Даже на фоне Команды Которые находятся На втором месте С конца Являются Явными Аутсайдерами Они вообще Никакие Ну вы сами Это видите Ну тут по крайней мере Игры играют Хотя бы там 30 минут Потому что Играли бы против команды А-ля Там IG Сдэк Сдэк Вич Ньюби Как раз Против Ньюби Они играли Игра была 16 на 0 За 8 минут Так что Тут хоть какая-то борьба Интересно Это смотреть Но в любом случае Сандероботы Ну я не знаю Вот если У нас Яхомы Команда Третьего эшелона То Сандеробот Команда Примерно Шестого Седьмого Дивизиона Но Зато получат Сертификаты Для того Что они являются Профессиональными Спортсменами Китая Хотя бы что-то Ну не знаю С такой игрой Против Как бы Предпоследней команды Шансов на выход Из лиги Именно Под двадцатку Нет Это нереально Ну Сами понимаете Счет как бы Ноль побед Одна ничья И 11 поражений Уже будет По итогам этого матча Есть конечно Они не камбэк Но в камбэк Конечно я верю Камбэк из реал Всякое бывает Но С такой игрой Как-то Не верится На Началось Что я верю В камбэк Не верю Да Вот так вот Я переменчивый Ветреная Сегодня Шадлублейд Готов С лордара БКБ Уинвокера Не знаю Прям Комбинация с эпицентром Я еще не видел Да Был эпицентр Но был он плохой Ну и все-таки Использовать Сангина Нужно Не для такой Инициации С Барустрайка А для инициации С эпицентром Поймали Феникса Убили Молодцы Поздравляю Аегис пропал У свнам Ну в любом случае Тут файт был выигран Спушили Перед последний Вечный тавер На топе Так что Реализация Аегиса Все-таки Присутствовала Ну отчасти Ну не знаю Сангина Сангина Врывайся Сангина Дамаж Свен Там трое Но Свен Решил Отступить В другую сторону Войду Пока В те время Против тпшки Наконец-таки Увидели мы Ультимейт Но увы Не помог И в итоге Файл заканчивается Три в один Да И почему Свен Воевал Против Бэтрайдера Если там было трое То есть То есть Скушом Мог бы По идее Всех Развалить Но нет Решил Сделать Иначе Ну такое Качели Отчасти Ну не знаю Посмотрим На исход Этого матча Все-таки Не особо Я верю В победу В этом матче Санда Роботов Ну бывает Всякое В принципе Закинуть Можно Любую игру Доказательства Этому Команда FDL Краски Американская Команда Friendship Dedication Love Там катает Мемес И Во время Квалификации На Мейджор Они Залили катку С 40 тысяч Голды 40 тысяч Эксп Так что Камбэк Знаете Разный Бывает И вот После такого Камбэка Я Верю Во всякое Шиво Готово У нас Тем временем У Феникса Ну что Давайте посмотрим Айтем Что уже У нас Имеется Ну Дайдал Смоции Не видели Сверху 2000 Голды Венга Что-то Себе Везет Скоро Секрет Какие-то там Варды Шмотки Откуда Там Появились Погибало Феникс Шиво Видели Врыв Пошел Буквай Прожимается Подцепили Но Да Подцепили Секунде Погиб В итоге У нас Бэтрайдер Без Байбэк А Свен Свиреп Кстати Скоро Будет Гадлайк У Свена И Гадлайк Увидеть Очень Очень Бы Хотелось Что Будет Какой-то Файт Классно Тем временем На Фриза Фризу В принципе На Все Плевать Закона Не запрещено Ломаю Люди Где Хочу Ну И Последний Нешний Тавер Упал Ну Что Бэтрайдер Без Байбэка Но Свен Без ГДС Наверное Не Стоило Наверное Не Стоит Рваться Рошанчик Таймер Обновится Через Пару Секунд Так Что Стоит Его Дождаться И Уже Са И Пойти И Попытаться Закончить Кстати ДП Чаще Будет Она Не Прожимать Экзорцизм Хотя В принципе В последнее Пойти Мы Его Видели Ну Ладно Там Такие Были Моменты Что Вырывались И Как бы Был Фокус ДП И Прожать Экзорцизм Не Получалось Хотя Два Момента Где Она Сама Не Прожимала Что Рошанчик Рошанчик Скоро По крайней мере Рошан Стояние У нас Будет Не Долгий Ну И Показывает Позицию Дожидается Оппонента Ауи Файнал Файнал Олярд Сва Комбинейшн Ну Дэм Ж Хватит Дэм Ж Хватит Даже В Рейдж Пробить Ну Конечно Комбинация Отличная То есть Врывается Гувара Комбинация Комбинейшн Комбинация 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 Нет Похоже Не будет Байбэк Затем От Сэнкинга Взвращает ДПшку Врыв Дальше Борус Райк Пошел Файнал Воют Против ДПшки ДПшка На форстафе Отъехала Пытается Пробить Поднимайся Овощиной Юул Но Все-таки Здесь будет Минус Хотя Есть Сифончик Но Сифончик Так-то Подрезали Дэмэдж Раньше Был 25 Стал 16 Так Что Это Минус Затяжной Файт Получился Что По итогам Нам Покажет Файт Река Плюс Для Сандробот Но Все-таки Байбэк На Лотере Не Показывает Хотя Знаете Не Спушили Барак Так Что Все-таки В плюс Да и плюс Свина Убили Так вот Богатого Свина 23 тысячи Нетворца Да и Стрик Был Сверевствующий То есть 8 Фраг Вклипанул Ну и Заход Заход Пошел У нас На Рошана От Сандробот Ну не знаю В принципе Да у них Коров как бы Много Да Коров Нехорошие Но знаешь Заливоны Бывают Всякие Так что Можно Их и донуть Врывается Гуваром Пошел Подгадается Наяваривать Наяривать У нас Свен Хотя Просто Скрита Выносит Сенкинга Как же Это было Вольно Пытается У Битейсо Пошел Свап По Файнал После Байбэка Файнал В таверну Ну и В принципе Время Писать Гг Но конечно Это смех Сенкинга Просто Свен Такой О привет До свидания Ну и Присо Примерно Так же Умирает У нас И Инвокер Там тоже Крит Вылетел Да Пайнвокеру Правда Добил Лордар Нормально В принципе Было Красиво Ну и 2000 Голды 6000 ХП Байбэка Нет у нас У Сенкинган Также нет Байбэка У нас У Лайвстилера И в принципе Пора Заканчивать Байбэк Есть у Инвокера Не В принципе Весело Весело Я ожидал В этой игре Занудство Потому что У нас Ихому Любят играть Через Такой Тлейд Там Аля Пофармим Бездрак Ну а Сандробот Просто Плохи Но Здесь Получилось Все Весело Ну и Минус Сторона Если Плетана Целиком Нет Сторых Секунд Началось Киром Так что Так что Все должно Заканчиваться Ну хотя Сейчас будет Абитцентр Возможно Какой-то Врыв будет А вось Получится Новый Такого Свойна Который Просто Скритами Назует Сенкинга Своя Очень Сложно Врыв Пошел По Сенкингу До свидания Снова Стычка Умирает Да Это был Никит Просто 500 Демеджа В лицо Но 500 Демеджа Снега Было Тоже Слишком Много Ну и Фриза Уводят Сейчас Увезут Тут Втроем И Просто Сверх Разведется Стычку И Было бы Красиво Ну и Сан Залетает Разраться Драка БКБ От Феникс У нас Супер Новый Вернулся У нас Уже Лайфстилер Файнал Готов сражаться На развороте Драться Ну не нужно Убегать Есть же Супер Новая Есть Сан Рейн Ну давайте Драться Пацаны Го драться Сбивает Аегис Решили Именно На это Забайтить Ну позицию Пытать занять Санда Роботы И Пошел Врыв Залетает Феникс Пошла Супер Новая Да Очень больно Там минусует Инвокер После Байбэка Файнал Сейчас будет больно Последняя тычка Но нет Глимс И не хватает Даже по файналу Файн Пытается Мансить Но Уйти Вряд ли Получится Да Зашу Грипап Все Меня здесь нет Чик-чирик Я в домике Но Тут понятное дело Будет Тим Вайб Там уже Даблфилл Сделано Свен Ну давайте За погоню За файнал Башик Вылетает Больно До свидания Минус 5 Да и в принципе ГГВП Хотя нет Пока не пишут Так что давайте ждать Давайте ждать Конца Дэмэджа 800 маловато ГГ 2-0 Первая победа Для команды Ехом Люминоус На данном турнире Вернее В данной лиге Это конечно Показатель Ну а Сандаробот Получает для себя Одиннадцатое Поражение Ну и Команда с одним Очком Очень близко К вылету студентов Это то что у нас Третья неделя Будут еще и четвертая Но Не верю я в то что Они смогут что-то сделать Потому что Играли сейчас против Самой слабой команды По крайней мере Если верить Статистике Ну что У нас Следующий матч Следующий матч Так Следующий матч Авалон И Винкс Ну По идее Винкс Должны развалить Вообще Без шанса В Авалон Авалон у нас Находится там тоже В Нижней части Таблицы Ну и В сегодняшнем Дне Ну в смысле Дне Игровом Не в дне Как бы Дотовском У нас еще Будет Шесть матчей То есть Три матча На этом канале Три матча На первом На первом канале Будет матч Тонфу 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 Против Ехо На этом Авалон И Винкс Матч начнется В 11.45 То есть Через 10 минут Очень скоро Музыкальная пауза Будет минимальна Время паузы Подпишитесь На мои социалки Ссылки Я сброшу в чате Тихо